МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Российские ученые сделали сенсационное открытие. В апреле в Чеченской республике были обнаружены яйца динозавров. Кладка пролежала в скальном массиве по меньшей мере несколько миллионов лет. Если смотреть разрез этого шара, то четко видно скорлупа, белок, желток. И в одном из них даже в желке плод виден. Исследователи не исключают, что динозавры все еще могут вылупиться из яиц. Возможно, это значит, что древние рептилии не вымерли. Они продолжают жить где-то рядом с человеком. Наши корреспонденты нашли этому доказательства в Волгоградской области. Так, видимо, здесь целая кладка получается? Похоже, что их по всему оборудованию. Теория эволюции терпит крах. Существа, которых считают вымершими, живут среди людей. И это не только динозавры. Исследователи находят все новые доказательства. Русалки, оборотни, лешие, привидения вовсе не вымысел. Они среди нас. Программа «Тайны мира» отправляется на поиски неизвестных человеку новых форм жизни. Меня зовут Анна Чапова. И я начинаю расследование. На берегах Волги найдены зародыши древних монстров. Таких размеров не знала даже земля Юрского периода. И вот оно, смотрите, какое огромное. Получается яйцо на яйце. Пожиратели из подземелья, мифические существа оказались реальностью. Змеи-черви уничтожают целые города. У нас есть какие-то странные сущности, звери, можно их по-разному назвать, которые обитают под землей. Они охотятся на людей. Эту девушку растерзало неизвестное науке существо. Она кусала Веронику, не давая даже ей встать. Просто рвала на куски. Это было очень страшно. Что это за существо? Мутировавшее животное или инопланетный биоробот? Моя передняя короткая, а задняя. Это же по-любому что-то не похожее с такими клыками. Зачем к нам приходят гости из параллельных миров? Это они живут в своем мире, а мы у них гости. Как они выглядят? Я увидел летающую тарелку, и перед ней стоял один инопланетянин. И чего они от нас добиваются? Я раскрою все тайны. Они среди нас. Тайны мира. Официальная наука зашла в тупик. Последние открытия археологов не укладываются. В рамке классических теорий эволюции. Оказывается, динозавры, русалки и привидения вовсе не сказочные существа. Они есть, и они среди нас. Волгоградская область, Котовский район, село Мокрая Ольховка. Эта местность, покрытая извилистыми оврагами и изрезанная глубокими пещерами, хранит немало древних тайн. Почти восемь веков назад здесь располагался золотоордынский город Увек, от которого теперь не осталось и следа. Крупный торговый центр, лежавший на шелковом пути, в один миг исчез с лица земли вместе со всеми жителями. К Увеку, наверное, правильно применять слово «таинственно исчез». То, что города иногда исчезают без всяких последствий, это действительно интересно. Тем более такой большой город, как Увек. По одной версии, город был разрушен оползнями с Волжских берегов. По другой – сожжен дотла войсками Тамерлана. Но некоторые исследователи считают, что Увек уничтожил другой, более страшный и беспощадный враг. Гигантские чудовища. Город был разрушен в результате деятельности неких подземных существ. Так как здесь были обнаружены пустоты, похожие на подземные ходы или тоннели, мы выдвинули версию, что, возможно, в результате деятельности этих существ город просто разрушился. Нечто похожее сообщает и древняя легенда. Из-под земли появился гигантский змей, который опалил руины города своим огненным дыханием. Жители села Мокрая Ольховка утверждают, чудовище до сих пор живет среди нас. Невероятное существо огромных размеров скрывается под землей и внешне напоминает некий гибрид червя и змея. Корреспонденты программы «Тайны мира» решили проверить эту теорию. Мы отправляемся на поиски загадочного чудовища. Житель села Мокрая Ольховка тракторист Павел Коростылев первым обнаружил следы обитания таинственных монстров на месте древнего города. Во время работы просто решили передохнуть. И я подошел к оврагу посмотреть и увидел на дне оврага большой предмет, каменный, главное, напоминающий огромное яйцо. И когда спустился в овраг, то оказалось там их не одно яйцо, а даже несколько их. Сенсационная находка шокировала не только местных жителей, но и ученых. Вот они. Гигантские шары метровой высоты и до 70 сантиметров в диаметре. Один из шаров удалось разбить кувалдой. Каково же было удивление местных жителей, когда внутри он оказался полым, а на дне лежала темная окаменевшая масса. И возможно, что в этой пустоте, как и у обыкновенной яйца, было, видимо, желток или что-то такое в этом роде. Уже потом ученые установят окаменевшая масса внутри яйца органического происхождения. Вывод напрашивался сам собой. Под слоем земли миллионы лет хранились яйца неких огромных монстров. Целая кладка. Вот оно прямо в стене. Аккуратно, тут еще где-то одно из земли торчало. Только небольшое оно было. И вот оно, смотрите, какое огромное. Вот, обратите внимание. Яйцо на яйце. Самое крупное из яиц динозавра, которое археологи находили до сих пор, не превышает 30 сантиметров в длину. Выходит, что таких монстров, как те, чьи следы обнаружены на территории мокрой ольховки, земля еще не видела. Яйца динозавров не превышают в размерах 25 сантиметров. А тут, мало того, что вес их по тонну, так еще просто сдвинуть их было невозможно. Ученые пришли к выводу, что, возможно, это и правда были яйца какого-то гигантского существа. Программа «Тайны мира» проведет собственные исследования. Наши корреспонденты берут небольшой кусок окаменелого яйца. Мы сдадим его на экспертизу, чтобы установить, какая форма жизни хранилась в скорлупе многие миллионы лет. Я раскрою все тайны. Интересно, что далеко не все жители ольховки верят в то, что яйца могли оставить динозавры. Многие очевидцы рассказывают поистине невероятные вещи. Они утверждают, что кладку сделали гигантские черви, обитающие глубоко под землей сейчас, в наши дни. Вероятно, по всему это огромный большой червь, проживающий тот. А враг он и напоминает, видимо, как ходы этого червя, который под землей прокапывал себе или питался под землей. Возможно, строители древнего увека когда-то потревожили глубинную кладку гигантских червей. За это они и были наказаны. Город был разрушен. И теперь жители села Мокрая Ольховка, расположенного на том месте, где когда-то стоял город увек, столкнулись с тем же врагом. Люди пропадали в этом овраге. Ну, в принципе, я как бы сам даже слышал, что бывало коров забивали там, мертвые лежали прямо в овраге или возле оврага. И есть тут у нас соседка одна, Кузьминишина, Царствие Небесное. Собака тоже гуляла, гуляла и загрызанную нашли. Федор Горелик живет ближе других своих односельчан к оврагу, где были найдены окаменелые яйца. Он утверждает, что своими глазами видел подземных обитателей Ольховки и соглашается проводить корреспондентов нашей программы к тому самому месту. Смотрите, вот эта пещера. В принципе, я думаю, наверное, которые звуки издаются ночью, шумы всякие, я думаю, что это из этой пещеры. Там, ну, как бы типа какой-то большой змеи огромный. И, в принципе, звуки и зарево непонятно от чего происходят. Сенсационная находка в мокрой Ольховке может говорить об одном. Либо в Волгоградской области открыт неизвестный до сих пор науке новый вид динозавров, либо яйца отложили совершенно другие гигантские существа, которые и сегодня живут здесь. Свидетельства о гигантских червях, они приходят из центральных Альп. Крупная змея, то ли ящерица, то ли змея, чуть ли не с головой какой-то кошки, которая напрыгивает на альпийских каких-то спасателей. Волгоградские уфологи утверждают, таинственные кладки оставили не змеи и не ящеры. Это не яйца, а биологические контейнеры с образцами ДНК иных форм жизни. Образцы в специальных термостойких оболочках были отправлены на Землю представителями высокоразвитой цивилизации. Исследователи предполагают, корабль во время приземления потерпел крушение, в результате которого и был разрушен древний город Увек. Часть артефактов сохранилась, но хозяева нашли их не сразу, а когда нашли, забирать было уже поздно. На месте крушения возникло новое человеческое поселение. Наша цивилизация для инопланетных цивилизаций не считается разумной. То есть наша цивилизация считается примитивной. И в контакт с нашей цивилизацией ни одна цивилизация внеземная, она напрямую не вступает. Она может вступать с отдельными индивидуумами. Это могло бы показаться фантастикой, но жители Ольховки рассказывают о том, что часто наблюдают в небе странные огни и светящиеся объекты. В принципе, как бы, да, бывало, там, ночью бывает, выйдешь, и небо меняло, как бы, свой цвет. Непонятные явления, в принципе, бывают. Звуки издаются посторонние. И с года в год жители Ольховки находят все больше таинственных яиц. В этих оврагах скрываются десятки, а может, и сотни кладок. Вот еще, смотрите, вот маленький появился. Раньше их не было, это в этом году их отмыло водой. Тут вот где-то еще прямо на полу прям есть вот. Только-только появляются. А, вот, вот. Новые находки не только появляются из-под земли, но и возникают в тех местах, где их раньше не было и быть не могло. Получается, кто-то откладывает новые яйца. Загадки зоологии, они на то и, говорится, происходят от слова «зоо», что это жизнь, поэтому жизнь непредсказуема и жизнь не должна давать нам отчета в своих действиях. Аналогичная находка была сделана на юге России, в Чеченской республике, в апреле этого года. В разломах горной породы обнаружены яйца, удивительно похожие на волгоградские. Они тоже огромного размера. Ученые разводят руками. Причем вообще форма яйца – это действительно одна из самых совершенных форм вообще в природе. И допустить, что в дикой природе в таком большом количестве образовалось в результате каких-то катаклизмов столько совершенных форм – очень трудно. В настоящее время проводятся лабораторные исследования артефактов. Если догадки подтвердятся, официальная история будет опровергнута. Динозавры не вымерли, а мутировали. Динозавры изменили форму и все это время продолжали жить на Земле рядом с человеком. Пару лет назад были найдены остатки одного из представителей динозавренного племени, в котором вроде бы совершенно непонятным, честно говоря, образом были найдены остатки мягких тканей или, по крайней мере, волос. И это дает надежду на то, что можно будет действительно извлечь ДНК, и, глядишь, получить нового живого динозавра. Ученые говорят, что динозавры не только жили вместе с человеком, но и использовались в качестве домашних животных. Иначе как объяснить рисунки древних людей, на которых ящеры изображены рядом с человеком, причем с поразительной анатомической точностью. Имеется, ну, несколько тысяч камней, на которых люди изображены вместе с динозаврами. Есть сюжеты, на которых динозавры используются человеком в качестве домашних животных. То есть человек кормит динозавров, в частности рыбой. Он вот ездит на динозаврах. То есть такая картина совершенно противоречит всем представлениям о развитии, не только разумной, но и вообще живой жизни на нашей планете. Наука, которая не ограничивает себя официальными рамками, всерьез рассматривает новую теорию. Динозавры появились на Земле не путем эволюции. Они пришельцы с других галактик. До сих пор динозавров считали гигантскими животными с отсталым разумом. Согласно теории эволюции, именно поэтому они и вымерли, не сумев противостоять природным катаклизмам. Сегодня исследователи высказывают сенсационную версию. Динозавры могли быть носителями искусственного разума, биологическими роботами, первопроходцами иных цивилизаций на планете Земля, в задачу которых входила разведка и исследование, пригодна ли планета для заселения. Выяснить правду поможет только клонирование хотя бы одного образца, говорят ученые. Дело в том, что современные способы, скажем так, клонирования позволяют нам надеяться на то, что можно восстановить популяцию исчезнувших существ. Смотрите далее. Инопланетные вампиры открыли охоту на людей. Первая жертва на Украине. Я услышала страшный крик. Это был крик ужаса. Они возникают из ниоткуда и исчезают в никуда. Кто присылает на Землю зверей-убийц? Я думаю, что это подселение душ в каких-то особенных животных. Уникальная находка программы тайны мира. Наши корреспонденты обнаружили неизвестного науки хищника. Передняя короткая, а задняя. Это же по-любому что-то не похоже с такими клыками. Я расстроил все тайны. Удивительные, но пока неизвестные людям живые существа могут оказаться страшным врагом всего человечества. Открытия и находки ученых подвергают нас смертельной опасности. Никто не знает, как поведут себя представители иной жизни, если вдруг окажутся рядом с нами. Официальная наука отрицает существование ведьм, русалок, привидений и прочих мифических существ. Но даже самые принципиальные скептики согласны. Рядом с нами живут соседи, о которых человеку пока ничего не известно. Чупакабра – таинственный зверь-кровопийца. Споры о существовании которого не утихают многие десятилетия. Козий вампир, а именно так слово Чупакабра переводится с испанского, выходит на охоту по ночам и нападает на домашних животных, высасывая из них всю кровь до последней капли. На такое не способен ни один известный человеку-хищник. К нам и приходят, в общем-то, не совсем понятные нам существа, которых некоторые подозрительно разумные, ведут себя очень, скажем, осторожно. Другие подозрительно бешеные, дикие и остервенелые, вот так, которые убивают, крушат, режут. Научных доказательств существования Чупакабры пока не собрано. Но зверь периодически терроризирует людей, причем на самых разных концах планеты. И если до недавнего времени жертвами нападений становился только домашний скот, то теперь животное начало охотиться на человека. 15 апреля этого года в Хмельницкой областной больнице умерла 22-летняя Вероника Сугак. Родственники утверждают, Чупакабра растерзала девушку и сняла с нее скальп. Монстр напал на Веронику утром 1 августа прошлого года в ее родном селе Березовка. Известно, что Чупакабра охотится только ночью, но на этот раз зверь напал на человека при свете дня. Монстр повалил девушку на землю, откусил два пальца на правой руке, погрыз руки, ноги, живот и лицо, снял скальп. Все это происходило на глазах Любови Кушнир. Я услышала страшный крик, это был крик ужаса. Она кусала Веронику, не давая даже ей встать, просто рвала на куски, откусывала пальцы. Это было очень страшно, так, что даже нельзя передать. Когда она встала на задние лапы, она была намного выше девушки, и пасти у нее просто огромная была. Очень большие зубы, голова здоровая. Кровожадный зверь и не думал отступать. Почувствовал запах крови. Любовь Кушнир позвала на помощь своего мужа, опытного охотника. С 87 года я охотник, но такого еще не видел. Она выбежала вон оттуда. Я выстрелил на том месте. Когда увидел тело той девушки, покусанной, начал стрелять. Зверь истерзал девушку до неузнаваемости. Огромные клыки впились в кости черепа. Потребовалось провести семь операций. Жуткого зверя местные жители называют чупакаброй. Ни один специалист так и не смог установить, какому виду принадлежит животное. Что там за тварь такая была, я даже не могу сказать. Но это не собака была. Нельзя сказать, что это просто собака. Может, чупакабра? Или кто его знает? Потом я боялась на улицу выходить. Даже с мужем. Даже во двор боялась выйти. Детей никуда не выпускали. У всех просто шок был. Люди грубыми ходили. По одному, редко кто куда решался идти. Это было очень страшно. Чупакабра появилась в селе два года назад. Сначала она нападала на коз и овец. Высасывала у них кровь. Но уже скоро страшный зверь переключился на человека. Его первой жертвой стала 82-летняя Галина Семенчук. Оно стояло, смотрело, а потом хвать меня за ногу. Я начала кричать. Не знаю, как он меня не съел. Врачи долго боролись за жизнь Вероники. Состояние девушки ухудшалось каждым днем. У нее парализовало руки, потом и ноги. А спустя несколько месяцев Вероника впала в кому. Родные и близкие сделали все возможное ради спасения Вероники. Тратили огромные деньги на лечение. Пришлось даже взять кредит в банке. Ведь молодая девушка строила большие планы на будущее. В сентябре собиралась выйти замуж. Один врач сказал, что из такой комы человек может выйти. А второй сказал, что не может. Но так как Надежда умирает последней, все-таки надеялись, что выйдет из комы. Я приехала, и мне уже дети сказали, что она умерла. И все. Я на похороны приехала. Чупакабра продолжает охотиться. Следы страшного зверя находят в Московской, Нижегородской, Челябинской, Омской областях Республики Мордовии. Последний случай нападения Чупакабры был зафиксирован в Белоруссии. Жители Ивьевского района Гродненской области заявляют, что неоднократно встречали существо, очень похожее на предмет наших исследований. В поисках чудовища программа «Тайны мира» отправляется в Белоруссию. Наш приезд совпал с потрясающей находкой местных жителей. Это уникальное видео. Кадры, которые наглядно доказывают существование Чупакабры. О, передняя короткая какая, а задняя, по-любому ничего, что-то не похоже, с такими клыками. А уши такие же, и небольшие, и прямо стоят. Самое интересное, что червяков нет. Ученые-криптозоологи выдвигают несколько версий происхождения вампира. Основная утверждает, что это обычное животное с необычными способностями. У Чупакабры нет естественных врагов, поэтому звери выживают даже в условиях небольшой популяции. Кроме того, они, как хамелеоны, умеют менять окраску и обладают настолько высоким разумом, что способны скрывать свое существование от человека. Мое мнение о таких мутантах, которых называют Чупакабрами, сущность, которая овладела какой-то, скажем, собакой или каким-то зверем. И под влиянием вот этой сущности зверь этот может мутировать и превратиться вот в эту страшную, совершенно непонятную, неизвестную науке зверя вот этого. По другой версии, Чупакабра – это домашнее животное представителей некой параллельной или внеземной цивилизации. Обученный зверь путешествует в космосе вместе с хозяевами, а на Земле его специально выпускают на охоту, чтобы собрать образцы ДНК и разведать территорию. Если это животное, а у него должна быть популяция какая-то, если это самец, у него должна быть самка, у него должны быть маленькие чупакабрята. А их нету. Вот появилось какое-то это странное существо, говорится, нахулиганило, совершило бесчинство и исчезло. Некоторые исследователи всерьез предполагают, что Чупакабра вполне земного происхождения. Секретный проект американских военных – универсальное оружие убийства, которое в ходе испытаний, случайно или по чьей-то воле, вырвалось на свободу. Какое из этих предположений окажется верным, остается только догадываться. Но это не меняет суть явления. Чупакабра несет человеку смертельную опасность. Смотрите далее. Какую тайну скрывают гигантские яйца, найденные в Волгоградской области? Результаты нашей экспертизы. Здесь вот находится какое-то белое образование. Привидение в эфире. Наша съемочная группа обнаружила реальный полтергейст. Вот, смотри, движение пошло. Берегитесь домов на кладбище. Этих людей терроризируют духи умерших. По легенде, на кладбище колдунья была похоронена. Я расстроила все тайны. Персонажи народного фольклора сегодня стали объектом самого серьезного изучения исследователей. Ученые находят все больше доказательств, что все эти оборотни, вампиры и лешие отнюдь не плод воображения неразумных людей. Это реальные существа, которые обитают в параллельном мире и способны оказывать на нас очень сильное влияние. У меня свое однозначное мнение о том, что все это выходцы из круга того самого реликвия Гоминоида. Просто кто-то из них слишком близко подошел к человеку, к человеческому жилью и обосновался там на протяжении столетий, тысячелетий очень плотно. Писатель Николай Непомнящий уверен, каждый из нас хотя бы раз в своей жизни встречался с сущностями из потусторонних миров. Имеется какой-то параллельный вид или отряд животных, которые дожили до наших дней. Таким образом опровергают всю теорию эволюции, которую написал нам дедушка Дарвин. В это действительно трудно поверить. Одна из паранормальных зон Подмосковья – обычный жилой дом. Ежедневно здесь происходят необъяснимые вещи. Вот уже 45 лет я и живу в этом доме. Старожилов у нас здесь мало, потому что большинство или сдаёт квартиры, или пытается переехать на новое место жительства. Особенно молодые семьи. Местный житель Михаил Антонов рассказывает, в этом доме никто надолго не задерживается. Люди болеют, сходят с ума, заканчивают жизнь самоубийством. На мыске сосед за стенкой повесился. В прошлом году бабу на чердаке нашли. По запаху. Надо мной прям. Михаил Антонов уверен, во всех бедах жильцов этого дома виновата пиковая дама. Призрак старого кладбища. Могильные плиты расположены всего в 20 метрах от жилой пятиэтажки. Вообще место само по себе не очень приятное. Здесь, когда находишься, чувствуется какой-то негатив. Чувствуешь, что за тобой как будто кто-то наблюдает. Действительно, в 18 веке на месте этого дома был погост, где хоронили ведьм и колдунов. Поэтому не случайно в 21 веке современные жители трубят о том, что рядом с ними обитают призраки, которые даже не скрываются от глаз человеческих. Я как-то раз здесь с друзьями отдыхал. Видели туман непонятный. Он как будто поднимался из-под земли и похожий был на силуэт женщины какой-то. Потом местные жители рассказали, что здесь была похоронена ведьма. Говорят про какую-то пиковую даму. По легенде-то на кладбище колдунья была похоронена, чей призрак-то сейчас и видит. Называют ее у нас просто пиковой дамой. По преданию, на этом кладбище похоронена графиня. Говорят, что при жизни она увлекалась колдовством и была предана анафеме. Но почему призрак пиковой дамы до сих пор бродит среди нас? Мы решили узнать, существует ли полтергейст на самом деле. Раскрыть все карты пиковой дамы нам помогут охотники за привидениями. У нас есть уникальная возможность. При помощи специальных научных приборов и видеокамеры мы запечатлеем то, что до сих пор было скрыто от миллионов глаз. Мы начинаем эксперимент по поиску полтергейста. Слав, посмотри, что сейчас происходит. Такое ощущение, что прибор в этом месте сходит с ума. Посмотрите, 450, 506, 720. Это огромные показатели для таких мест. Наши эксперты уверены, именно под этой могильной плитой 18 века и была похоронена колдунья. Приборы фиксируют сверхконцентрацию энергии неземного происхождения. Это значит, что наша съемочная группа и охотники за привидениями вошли в аномальную зону. Именно здесь находится портал в параллельный мир. Они не отлетают близко от своего выхода из параллельного мира. Они жрать хотят. Они питаются за счет нас. Мы ихняя пища. Жрать они хотят, как насекомые летают в поисках крови. Они летают в поисках нашей энергии. Еще одно аномальное место – чердак дома. В прошлом году здесь повесилась женщина. Местные жители уверены – именно здесь и обитают привидения. Кстати, посмотри, сейчас прибор фиксирует. 720, 310. Резкие изменения также в этом месте. Буквально за считанные секунды данные приборов зашкаливают. Резко становится холодно. Вот, смотри, движение пошло. На камеру зафиксировал. Вот она – пиковая дама. Призрак, наводящий ужас на людей уже более 50 лет. Последствия могут оказаться пагубными для человеческой психики. Если мы говорим о множественности миров, то, разумеется, одним из этих миров будет прошлое. А другим миром будет будущее. И вот, если мы находимся на грани этих двух сложнейших миров, то он, ну, уже, то понятно, что призрак, он живет в одном из этих миров, переходя в наш, возвращаясь в тот. Смотрите далее. Люди научились строить НЛО. Тайную технологию человеку передали представители внеземной цивилизации. Я увидел вот летающую тарелку, и перед ней стрелял один инопланетянин. Остановка Земля. Нашу планету используют в качестве межгалактической пересадочной станции. Это они живут в своем мире, а мы у них гости, получается. Какую тайну скрывают гигантские яйца, найденные в Волгоградской области? Результаты нашей экспертизы. Здесь вот находится какое-то белое образование. Я раскрою все тайны. Тайная жизнь была занесена на нашу планету из космоса. Существа, о которых мы пока ничего не знаем. Это и есть представители инопланетных цивилизаций или их посланники. Существование жизни за пределами нашей планеты сегодня почти ни у кого не вызывает сомнений. Но если разум инопланетных существ намного выше нашего, можно предположить, что пришельцы давно обосновались и среди людей. И даже пытаются наладить с нами контакт. И в 1890-м году, и в 900-х годах, и в 800-х, и в 700-х годах эти тарелки видели. И они взмывали из-под воды и пролетали по небу. Просто тогда уровень, говорится, технических познаний людей не позволял им дать определение. По какому принципу пришельцы выбирают людей, с которыми вступают в контакт, можно только догадываться. Но таких людей много. Николай Лазарев впервые встретился с представителями инопланетной цивилизации в 1989 году в Вологодской области. Был еще такой туман, и я увидел летающую тарелку. И перед ней стоял один инопланетянин. И тут про себя я так говорю, что откуда вы? И я тут получаю ответ. Мы тут специальной миссией, тут мы выполняем свою работу. Это событие стало поворотным в его жизни. После общения с пришельцами наш герой сменил фамилию. Теперь он Коля Око. Называет своих детей космическими именами. Аура, Эра, Орион, Антарес. Николай убежден. Пришельцы выбрали его не случайно. Он проводник между двумя мирами. Его миссия – донести до человечества уникальные знания. Рассказать людям о жизни за пределами земной цивилизации. У них не такие уж слишком большие глаза. Пропорции все такие, как действительно у человека. Искусству телепатии представители высшей цивилизации научили и Николая. А он, в свою очередь, свою большую семью, в которой уже несколько лет существует негласное правило. Никто не стрижет волосы. Ведь они являются хранителями информации и антеннами для связи с космосом. Волосы являются как антенны. И за счет вот этих вот частиц, вот этих вот кончиков волос, идет информация. И, соответственно, эта информация попадает в мозг человека, где обрабатывается. Николай всерьез занимается разработкой проектов будущего и даже создал летающую тарелку. Ее конструкцию подсказали сами пришельцы. Что касается НЛО, в том случае, если люди психологически совершенно нормальные и не переживающие стресс, считают себя контактерами, то можно сказать, что контакт такой возможен. Потому что верить в то, что мы единственные такие во Вселенной, это было бы, по меньшей мере, глупо. А по большей мере, это просто совершенно, это неразумно. И надо быть готовым к тому, что действительно с этим мы когда-нибудь все столкнемся. Мариупольский изобретатель может вызвать ироническую улыбку. Но над подобными вещами не смеялись даже сильные мира сего. Это реальный исторический факт. Первым, кто хотел объявить о существовании на Земле инопланетных цивилизаций, был американский президент Джон Кеннеди. Историческую речь он так и не произнес. Его убили. Невероятно, но тема пришельцев фигурировала в секретных переговорах Рейгана и Горбачева. Оказывается, истина где-то рядом. Это не они к нам прилетают откуда-то. Это они живут в своем мире, а мы у них гости. Есть версия, что параллельно с людьми на планете Земля одновременно обитают представители еще семи внеземных цивилизаций. Они ничем не отличаются от людей, но гораздо разумнее нас. И неизвестно, какие цели преследуют они на нашей планете. Всего на Землю доставлены были люди, можно назвать их аборигенами или как, из восьми объектов. Сейчас объект Фаэтон на границе Солнечной частины существует на Нептуне подземная и подводная цивилизация. На Венере также в настоящее время две цивилизации этих. Более того, исследователи аномальных явлений уверены, что помимо живущих где-то рядом с нами инопланетян, на Землю периодически прилетают представители еще 66 внеземных цивилизаций. Неужели наша планета – гигантский космодром или большая межгалактическая остановка, на которой людям просто позволили вести свое существование? Сильнейший и сокрушительнейший удар по этой, говорится, благостной картине мира. То есть, оказывается, он развивается не по спирали, не эволюционно, не от атома галактики. Оказывается, он развивается как-то сам по себе. Разумная жизнь была на планете задолго до появления человечества. Экспертиза программы «Тайны мира» нашла доказательства этой теории. Образцы каменных образований, найденных в Волгоградской области, возможно, готовят миру целый ряд научных открытий. Здесь вот находится какое-то белое образование по форме, напоминающее кристаллическое вещество. Все это можно отнести к отстаткам органики. Опытный геолог, кандидат геолога минералогических наук Александр Соленый подтверждает. Уникальные окаменелости в Волгоградской области животного происхождения. Здесь некоторые признаки, которые я говорю. Значит, челток, значит, белок. Самое главное, вот эта вещь, которую я показывал, она не похожа на минеральное образование. Вот эта самая главная вещь, она говорит в пользу того, что это органическое вещество. Эксперт считает, находка настолько древняя, что ученым еще не приходилось сталкиваться с подобным объектом изучения. Это значит, что в ближайшее время весь мир ждут невероятные открытия, которые могут перевернуть наше представление о происхождении всего живого. Вместе с людьми на планете Земля находятся десятки или даже сотни неизвестных живых существ. До сих пор мы считали, что они умело прячутся от человеческих глаз. Но это может оказаться заблуждением. Быть может, это они скрываются от нас. А мы сами не хотим верить в очевидное, но невероятное. Субтитры создавал DimaTorzok